Почти 70 лет прошло со дня победы в Великой Отечественной войне. Чтить память погибших в этой войне – долг каждого. Среди масштабных мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы, акция «Народная Победа». Подробнее о ней расскажут наши корреспонденты. Нет в России семьи такой, где непамятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших ледят. Память – священная дань защитникам Отечества. Сберечь ее – наша задача. Сохрани имена тех, кто сохранил тебе жизнь. В Славянске-на-Кубани стартовала уникальная всенародная акция, посвященная празднованию 70-летия Великой Победы – «Народная Победа». Участниками акции могут стать все желающие, кто хотел бы поделиться с земляками военными страницами из истории своей семьи. В День Победы здесь, в парке имени Григория Пономаренко, будут установлены специальные стенды с фотографиями тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Здесь же можно будет представить копии наградных листов, фронтовых писем и других памятных семейных документов. Если война коснулась вашей семьи, если вы знаете, какой ценой досталась нам победа, если вы гордитесь своей историей, примите участие в акции «Народная Победа». Для этого вам необходимо до 6 мая принести фотографии своих родных и близких в отдел архитектуры и градостроительства городской администрации по улице Ковтюха, 29. Здесь, в отделе архитектуры и градостроительства, принимают фотографии фронтовиков. Фото в обязательном порядке должно содержать фамилию и имя отчества ветерана и соответствовать формату А4, а также содержать информацию об участии в боевых действиях и наградах. Благодаря этой акции мы не только увековечим информацию о ветеранах-земляках, но и позволим нынешнему поколению стать сопричастными к тем далеким историческим событиям и проникнуться чувством гордости за Великую Победу. На сегодняшний день в отдел архитектуры и градостроительства поступило 20 копий фотографий, 18 копий наградных листов, 10 копий фронтовых писем. Все эти копии будут размещены на информационных стендах, которые установят 9 мая в парке имени Григория Пономаренко. В отдел архитектуры и градостроительства ведет реестр данных фотографий, которые впоследствии после проведенной акции будут преданы в музей истории. Также вы можете прийти с фотографиями фронтовиков на место проведения акции 9 мая в парк имени Григория Пономаренко. И волонтеры помогут разместить ваши снимки на стендах. В День Победы каждый желающий сможет подойти к микрофону и лично рассказать историю своих родственников-фронтовиков. Мы не сосчитаем, сколько их. Мы не узнаем, как погиб каждый. Не спросим, о чём он думал, умирая. Мы можем только помнить. Примите участие в акции «Народная победа». А не хотели, чтобы мы помнили. Не забудем «Народную победу». Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События».